Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф Ти Ви, госношей студии Андреас Умланд, доцент кафедры политологии Киево-Магеллядской Академии, немецкий политолог. Андреас, здравствуйте, очень рада вас у нас видеть. Здравствуйте. Ну и, конечно, вам первому вопрос о том, что Германия в воскресенье инициировала проведение второй Женевской конференции, на которую Украина уже в ответ возлагает большие надежды поддерживать проведение такой конференции. И вопрос сразу такой, может быть, немножко для вас неожиданный. Многие говорили, что результат первой всей этой конференции были незначительные, совершенно минимальные. И многие говорили, уж если первая такая бессмысленная, то уж что вторую-то организовывать? Да, я думаю, что вторую нужно по-другому организовать, потому что первая оказалась, в общем-то, неуспешной. Наоборот, произошло еще обострение после этого соглашения, и нужно находить какой-то другой подход. И я считаю, что это должен быть со стороны Запада другой подход, что санкции должны быть уже как бы на столе, чтобы создать дополнительную мотивацию, как бы выполнять какое-то будущее соглашение. Прямо во время конференции, чтобы оказывать какое-то давление? Я не знаю, как именно это должно происходить, но просто вторую бумажку подписать, такую же не будет иметь смысла. Тем более, что получился некий такой конфуз, что текст первой Женевской декларации, он противоречит Будапештскому меморандуму, потому что там говорится о том, чтобы все здания, которые были нелегально оккупированы на территории Украины, должны быть освобождены. И, конечно, это должно было бы касаться, в первую очередь, зданий на полуострове Крым, потому что там не указано, что это в Восточной Украине, а в Украине. А Будапештский меморандум гарантирует целостность территории Украины, и поэтому эта Женевская декларация, она как бы противоречит ранними документами, не только Будапештскому меморандуму, потому что она исходит из того, что Крым уже не является украинской территорией. Это, может быть, было в спешке, так сказать, так сформулировано или под давлением, или я не знаю, с какой формулировкой. Поэтому хотелось бы, что во второй раз был бы более убедительный результат и более результативный результат. Один из украинских дипломатов сказал мне сегодня, что если проанализировать активность Германии за последнее время, то мы знаем, что Меркель встречалась с Обамой, мы знаем, что она неоднократно звонила Путину, в том числе где-то 17 звонков там официально насчитали, а журналист, кстати, одного из немецких изданий, и что, в частности, она даже поблагодарила его за помощь в освобождении наблюдателя УБСЕ. И вот один из украинских дипломатов предположил, что Германия хочет играть более активную роль в решении украинского вопроса. Ну да, она, естественно, хочет играть роль, она хочет просто, чтобы этот вопрос решился, и чтобы остановилось это разложение, можно уже сказать, украинского государства со стороны России, и чтобы вот эта спираль эскалации, она остановилась, потому что сейчас с каждой недели все хуже становится. Ну и это в собственных интересах Германии, потому что она все-таки не так далеко находится от Украины, она имеет тесные отношения как с Украиной, так и с Россией, и поэтому это естественная, я думаю, заинтересованность. Ну это тоже так происходит не сразу и не быстро, потому что, видимо, понимание той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, она только растет со временем. И, ну, можно надеяться, что вот будет еще такая встреча, будут еще переговоры, и что в этот раз будет что-то существенное достигнуто. Ну, многие говорят о том, что вообще переговоры вести с Путиным бесполезно, он только понимает язык силы, язык санкций. Другие, наоборот, говорят, что, ну, санкциями ничего не добьетесь, Путин только будет идти до конца. И в этом смысле некоторые говорят, что Украина должна сама сделать какие-то шаги, чтобы в конце концов решить этот вопрос. И вот в этом смысле какие шаги может предпринять Украина, вот, чтобы как-то себя защитить? Она может, условно говоря, вступить в НАТО, она может заявить, что она согласна выполнить требования России, приняв позаблоковый статус нейтралитет, ну, или что-то может быть еще. Вот насколько это возможно, и должна ли вот сейчас Украина сама какие-то делать подлишки в этом направлении? Это трудный вопрос. Ну, я бы как-то не хотел, как все-таки иностранец, тут что-то подсказывать. Ну, может быть, как аналитик. Да. Трудно вообще что-то предсказать, потому что нет хороших решений. Есть только плохие или очень плохие пути поступления. И, ну, мне кажется, что, может быть, даже дойдет до того, что придется обсуждать проведение выборов всенародных. То есть, если это вообще не будет возможно, если эскалация дойдет до того, что, ну, там просто люди не придут на выборы, то можно, может быть, это вдумать, чтобы выиграть время. Очень трудно сейчас что-то однозначно. Я думаю, Украина уже, она не может так много сделать, кроме того, чтобы еще раз подтверждать, что она и так уже гарантировала, там, защита этнических меньшинств, и, там, пользование русского языка, децентрализация, она и так идет. То есть, это немножко тоже получается такая противоречивая ситуация, что правительство проводит политику децентрализации, а со стороны протестующих, антиправительственных, они требуют децентрализации. И такая немножко странная ситуация. То есть, они требуют то, что и так, и так проводится. Я не знаю, что делать сейчас украинскому руководству. Нужно, наверное, просто стараться раскрывать все вот факты насчет того, что происходит на юге Украины и на востоке. И, правда, правдиво это все исследовать. И выставлять это все, сделать это публично. Раскрыть там всю информацию, которая есть. Потому что все еще, как бы, на Западе такое впечатление, что в Украине есть некое гражданское сопротивостояние. То есть, есть тут, как бы, в Украине почва для гражданской войны. И в этом смысле еще больше нужно было бы работать украинскому руководству для того, чтобы не заниматься пиаром, а просто выставлять информацию, которая подтверждает российское вмешательство во все это. И чем больше будет западное понимание Запада расти относительно того, и чем меньше этот будет оспариваться, тем больше будет на Западе складываться готовность к санкциям. Потому что проблема с санкциями для Запада такая, что они будут и для Запада чего-то стоить. То есть, это вот, то есть, это должна быть не просто готовность конфронтации к России, но и к тому, чтобы потерпеть убытки и со стороны Запада ради Украины. И для этого должна быть совершенно однозначная картина здесь. И, к сожалению, вот в результате пропагандистской войны России все еще много людей, которые считают, что здесь, что, как бы, украинское руководство, оно должно сделать какое-то кардинальное изменение для того, чтобы успокоилась ситуация. Вот так изменилось восприятие событий вот в западной прессе, да? Или вот почему вдруг вы заговорили о том, что стали говорить о том, что есть вероятность гражданской войны? Вот как изменилось за последний месяц, как-то изменилась подача ситуации в Украине? Ну, всегда была вот такая тенденция, что, чтобы рассматривать Украину как разделенную страну. И вот, что да, может быть, там Россия играет какую-то роль, но вот есть вот это вот фундаментальное деление, и оно сейчас ведет к гражданской войне. Между Востоком и Западом. Да. И недостаточно понимания того, насколько эта ситуация искусственно созданная. И поэтому есть все еще многие политики, журналисты, которые считают, что вот там правительство, оно как-то нелегитимное, оно как-то не проводит ту политику. Если бы украинское правительство бы изменило бы политику, тогда бы и вот эти все противостояния, они бы исчезли. Это такое еще есть. И я думаю, что тут, конечно, есть некоторые, так сказать, пункты, по которым это можно, вот эту аргументацию можно продвигать, потому что это переходное правительство, которое сейчас, оно все-таки не очень широкое. Оно включает только две партии, оно не включает каких-то видных представителей Запада или с юга, оно включает представителей свободы. И как бы все это потом является поводом для того, чтобы оспаривать легитимность сегодняшнего правительства. Такая дискуссия все еще ведется на Западе. Андреас, ну а что вот вы думаете, Украина, на что она может сегодня рассчитывать? Вот понятно, что уже военной помощи мы не можем ждать, там, скажем, от того же НАТО, это было бы неправильно, наверное, даже так думать сейчас уже. Санкции, которые вводит Запад против России, они пока не оказываются настолько эффективными, чтобы как-то остановить Россию. И боюсь, что они носят скорее долгосрочный характер, нежели краткосрочный. И вот в этой ситуации получается, что Украина может опираться только, рассчитывать только на себя. Или все-таки, все-таки, я не совсем правильно понимаю какое-то влияние и давление западного мира, там, и европейского, и штата, вот на то, что происходит. Может, это более сильнее, чем мне представляется вот сейчас. Ну, все-таки, пока что санкции, они ограничены. Они и не рассчитаны на то, чтобы сильно ударить по России. И поэтому там могло бы, конечно, быть сделано намного больше, потому что эта завязанность российской экономики с мировой, особенно с европейской экономикой, она глубокая. И мне представляются вот эти заявления российского руководства насчет того, что нам санкции, они нам не грозят, или они для нас не являются фактором. Это блеф, в общем-то. Это просто вот такое позирование, и оно создает некое впечатление на Западе тоже, что, в общем-то, эти санкции, их бессмысленно проводить, потому что Россия готова к ним. Я думаю, на самом деле, санкции могли бы быть очень болезненными. Они бы привели к тому, чтобы, по крайней мере, в российской элите началась бы дискуссия о том, насколько полезна эта политика Путина. Потому что просто, когда уже будут убытки, когда уже люди будут чувствовать ограничения в жизни, и тогда это, конечно, я думаю, что для широкой массы российского населения она может быть и готова, так сказать, ради пострадать и ради государства. Но более просвещенная часть общества, я думаю, она будет с нетерпением относиться к снижению уровня жизни. И поэтому здесь еще все-таки есть потенциал. Вопрос в том, готов ли, особенно Европейский Союз, пойти на те убытки, которые это и будет означать для западного бизнеса. Готов он или нет? Ну вот, как я уже говорил, еще одна проблема в том, что многие еще считают, что вот это все, что в Украине происходит, оно как бы, это украинская проблема. И много говорится о гражданской войне, и вот об этих частях. И это впечатление тоже, оно создается тем, что, к сожалению, многое, что исходит из украинских блогов и сайтов и СМИ, оно тоже не очень достоверное. То есть там даются какие-то оценки или гиперболические какие-то интерпретации, обвинения, которые потом не подтверждаются какими-то доказательствами. И поэтому вот поиск этих доказательств и опролюдивание этого, публикация этих доказательств, это должна сейчас быть, я думаю, главная задача. Ну вот, например, там много говорилось о том, что СБУ задержало там работников то ли ГРУ, то ли ФСБ. Ну, хотелось бы их увидеть, так сказать, чтобы их продемонстрировали по телевидению. И если будут такого рода доказательства, если их будет больше и больше, если это будет достоверно и неопровержимо, то, я думаю, и возрастет готовность к санкциям. Как вы думаете, вот из настроения, которые витают на Западе? Вот смотрите, собственно, Путин аннексировал Крым, ну и по большому счету как-то вот, ну, все с этим практически согласились, особенно по результатам этой Женевской конференции. Я не могу сказать, практически согласились, понятно, юридически не признали, но тем не менее, да. Вот. И вот если вдруг произойдет такое, ну, я не хочу говорить, аннексия там, да, восточных регионов, как худший вариант, насколько Европа готова с этим согласиться, вот так же, как она согласилась с аннексией Крыма? Я понимаю, что это может быть достаточно сложный вопрос, но вот, ну, есть же какое-то понимание, вот из того, что вы сейчас говорили, что идет гражданская война, что, может быть, Россия там какие-то свои территории, Европейский Союз там пригреет другие какие-то территории, вот они будут так. Ну да, это все очень сложный вопрос, и я думаю, это, как именно будет в конечном счете выглядеть реакция Запада на аннексию Крыма, сейчас еще не полностью сказать, потому что, так сказать, это так все быстро произошло, что это сейчас только все еще и обсуждается, насколько это было оправдано, насколько это, как нужно на это реагировать, что это означает, и так сказать, потому что идет вот эта пропагандистская война, и она, и некое затмитнение, она создает некий такой конфуз западной общественности, и этот конфуз должен сначала, ну, его нужно убрать, и потом будет более трезвая оценка того, что произошло, и я думаю, в конечном счете еще будут какие-то реакции на аннексию Крыма. Я не думаю, что это все так просто будет восприниматься и будет без каких-то серьезных последствий, когда это осознание того, что произошло, оно достигнет, так сказать, широких масс, тогда и будет больше еще, я думаю, реакции на это. Я не думаю, что будет еще одна аннексия. Я уже говорил об этом в Фейсбуке, я думаю, еще одна аннексия, она была бы слишком рискованная для Путина. Я не исключаю, что будет, может быть, какое-то краткосрочное введение войск или какие-то, я не знаю, воздушная поддержка или что-то такое, но чтобы была просто еще одна аннексия, я не могу себе представить. Будет подрыв восточной и южной Украины вот этими акциями всякими. Я думаю, это будет продолжаться. И как раз вот эта подрывная деятельность, она должна быть как можно более подробно и деталированно и убедительно документирована. Вот в этом я уже об этом сказал. Вот это сейчас, я думаю, очень важно. Потому что вот эта подрывная деятельность, она еще не для всех на Западе очевидна или не полностью очевидна. Я думаю, это будет главная стратегия. И об этом нужно вести разговор, как Запад на это будет реагировать. Потому что я не думаю... Еще одна аннексия, она слишком рискованная. И там очень трудно предсказать, к чему она проведет. Там может быть партизанская война. Потом непонятно, как далеко пойти. Если вести войска и сделать аннексию, то где эти войска остановятся? Где будет граница? Как бы это очень... Это с Крымом, это было где-то понятно, где граница. А там на восточной, южной Украине, там куда... Там, так сказать, нет однозначного сценария. И нет однозначного конца вот такого сценария. Или вот окончательной точки. И поэтому пока что Путин был очень рационально действующей политикой. То есть он делал именно то, что можно было сделать, и все было просчитано на вперед. А такую аннексию восточной или южной Украины, ее очень трудно просчитать. Я думаю, поэтому ее не будет. Но это, может быть, может быть, это излишнее, так сказать, оптимистическое видение. Может быть, стоит этого ожидать. Ну, это и вызвало, я думаю, другую реакцию на... в России, в самой России. Там еще был некий такой сценарий, что, может быть, Луганск и Донецк могут быть аннексированы. Но с тем, что сейчас произошло в Одессе, так сказать, если сделать аннексию, то российская общественность, она будет спрашивать, так наших же в Одессе тоже убивают. Нам же тоже туда нужно. И это будет уж слишком. То есть это будет вообще, так сказать, кардинальная, широкомасштабная интервенция в Украину. И вот это уже просчитать вперед будет очень трудно. И я не думаю, что Путин на такое пойдет. Это было бы глупо с его стороны. Я не думаю, что он очень стратегически думающий человек, но он, по крайней мере, по своему тактическому поведению, он не глупый. Очень многие украинские аналитики считают, что Путин глуп, и что он не анализирует. А вот вы говорите, что он рационален. Очень хотелось бы верить, что он рационален. Ну, по крайней мере, короткосрочно. Вот если его посмотреть последние 15 лет, которые он рулит в России, то это все было хорошо рассчитано. И все было вполне, так сказать, с его точки зрения. Это плохо для России. Многое, что он сделал. Может быть, не все, не на 100%. Но я думаю, большинство того, что он сделал и внутри страны, и во внешних отношениях, это плохо для России. Но для его лично это было хорошо. И вот эту такую широкомасштабную интервенцию в России, в Украину и аннексию, это для него лично будет слишком мирсково. Поэтому я не думаю, что это будет. Я думаю, скорее всего, будет вот эта подрывная деятельность для того, чтобы всю Украину держать в этом неконсолидированном состоянии. А зачем ему это? Ну, хорошо. Вот у нас постоянно идут вот такие вот, то, что происходит сейчас на Донбассе. Но он может подогревать. У него есть ресурсы, у него есть разные ресурсы. Это для его внутриполитической позиции, это очень хорошо, потому что он говорит, видите, вот что происходит со странами, которые проводят Майдан, которые сближаются с Европейским Союзом, которые проводят демократизацию. Это для него отлично. То есть это иллюстрация всего того, что нельзя делать в России. Это тоже хорошо, потому что это создает некую миссию для России. То есть миссия России сейчас – это спасать южных и восточных украинцев и в первую очередь, конечно, этнических русских от бандеровцев, от правосектора, который их всех убьет, если Россия им не придет на помощь. Это, я думаю, внутри политической логики это имеет очень хорошие основы и это хорошо обдумано. Но, конечно, что из этого выйдет через 10 лет, через 15 лет, когда станет понятно, что это все было придумано, что это... И когда, я думаю, даже в российской общественности это другой вопрос. Но на следующие несколько лет это хорошо обдуманный план. Какие рычаги влияния есть у Путина на Европу, на Штаты? Потому что мы все же говорим о санкциях по отношению к Путину. Но Путин же, они говорят, мы же тоже можем ответить, мы же тоже сильные. Я не экономист, я не так разбираюсь в этих вещах. Ну, насколько я знаю эту статистику, есть явная асимметрия в мощи, в экономической мощи, тоже в экономических связях даже просто Европейского Союза и России. То есть Россия, она зависит, в принципе, от этой торговли с Европейским Союзом. Потому что бюджет, рубль, экономика, Газпром, им нужны эти доходы из торговли с Россией. Им нужны инвестиции. Три четверти внешних инвестиций в Россию идут из Европейского Союза. И все-таки, мне кажется, что все-таки у России ограниченные рычаги влияния. Другое дело, если они как-то договорятся с Китаем. И если там будет некий альянс, если будет торговля. Но это все не так просто. И, скажем, газовые проводы, их нужно еще построить. И это уже другое дело, если где-то с Китаем получится некое сотрудничество. Но сама Россия, она не такая. То есть если там будет некая солидарность внутри Запада в проведении санкций, то контрмеры России могут быть, но они будут, насколько я понимаю, иметь ограниченные эффекты. Уже понятно, какие выгоды получил Путин от того, что он аннексировал Крым. Вот можно их как-то для Путина озвучить, кроме того, что его рейтинг вырос практически до небес, по крайней мере, по официальной российской статистике. Вот уже есть какие-то просчеты, что четко он выиграл, вот в чем-то, но в чем он проиграл, пока непонятно. Ну, я думаю, рейтинг и самое главное во всем этом. Второй большой выигрыш – это раздел оппозиции. То есть с 2011 года возникало некое оппозиционное движение, и сейчас оно разделено на тех, которые поддерживают аннексию Крыма, и те, которые не поддерживают аннексию Крыма. И там это серьезный тоже выигрыш, я думаю, для него. Поэтому я и говорю, это все хорошо продумано. Это все, так сказать, для него это все имеет очень много смысла, и он сейчас дальше будет продвигать эту тему Крыма, там, я думаю, на несколько лет, и, может быть, в Крыму там что-то произойдет. То есть они будут вкладывать туда деньги, там будут культурные мероприятия проводиться, туда будут туристов везти. Если они, конечно, там с крымскими татарами это как-то решат, и другие... Похоже, пока непонятно, как они решают. Особенно по ситуации с Джамилевым, конечно. Да, да. Это, так сказать, наверное, фактор, который они не очень всерьез с самого начала воспринимали. Но я думаю, там тоже они будут стараться договориться с крымскими татарами. На несколько лет вперед, я думаю, Крым может быть такой темой развития Крыма, и там, туризм, или какие-то культурные, большие культурные мероприятия в Крыму. Поэтому это может быть все воспользовано. Опять же, как это все через 10 лет будет выглядеть для России, для Путина, это уже непонятно. Потому что тогда, если останется этот разрыв с Западом и противостояние, Россия просто не имеет потенциала, чтобы противостоять. Долго. в такой конфронтации. И пока что конфронтация, она только накаляется. И, в принципе, она только может быть опять приведена к ранней стадии, если Крым будет возвращен Украиной. Потому что Крым остается, так сказать, и для Запада неприемлемым фактором. Поэтому стратегически, я думаю, это все довольно глупо. Даже с личной точки зрения Путина. Потому что он сам себе создал головную боль, которая поставит под вопрос все его достижения, если их такими считать, что касается экономики и социальной системы России. Но это только будет все через, я думаю, через несколько лет видно. На ближайшие годы, наверное, он в таком выигрышной позиции. Учитывая, что он в таком выигрышной позиции, украинские политики, ни один не призвал к переговорам с Россией. Я не говорю членов партии регионов, которые достаточно предсказуемы и сейчас уже, к сожалению, а может быть, частью маловлиятельные для Донбасса. Они, может быть, теоретически могли бы сыграть свою роль, но они уже не хотят или не могут. Это дело десятое. Так вот, вопрос в чем? Может ли сейчас Украина потенциально договориться с Путиным? Я повторюсь, нет ни одного украинского политика, который, скажем, даже баллотируется в президенты, который мы считаем проходными, рейтингами, топ-кандидатами, которые сказали бы, давайте договориться с Путиным. Никто этого не произнес. Вот они это не произносят, потому что нельзя договориться с Путиным, потому что это непопулярно договариваться с Путиным, или потому что с Путиным вообще ни о чем говорить? Ну, я не знаю, у меня как-то другое впечатление. Я думаю, тут главная проблема со стороны Москвы, что они не признают это правительство. И что все время говорится, что это хунта, и что это нелегитимно. Поэтому, может быть, я думаю, что, в принципе, была бы готовность договориться и даже оставить в стороне пока что вопрос Крыма, чтобы... С украинской стороны выговорить, да? Ну, я не знаю, это моя интерпретация. Может, я не так неправильно интерпретирую, что если бы можно было бы как-то договориться, то, я думаю, интерес был бы, конечно, большой со стороны Украины, чтобы снизить напряжение. Я не вижу какого-то принципиального нежелания. Ну, может быть, я недостаточно понимаю сегодняшнее украинское руководство. Я думаю, если бы была такая возможность, действительно, если бы просто Россия была бы готова сесть за стол переговоров, даже без Запада, то, наверное, тут бы решились на это. потому что а что иначе делать? Или, по крайней мере, можно было бы попробовать договориться о чем-то. Я не знаю, я не вижу такого принципиального нежелания со стороны украинского руководства не договариваться в прямую с Россией. Ну, а теоретически Путин мог бы быть заинтересован в этом, потому что ему тоже, может быть, как-то надо будет сохранить лицо, если вдруг выходить из этой ситуации. Ну, да, можно только надеяться, что у него будет такое. Я думаю, он будет требовать, конечно, какие-то уступки. Ему нужно какой-то своему собственному электорату, какую-то победу, что-то предъявить, чтобы можно было сказать. вот, видите, я вот сейчас договорился с украинским руководством и добился вот этого. Ну, вот, например, федерализацию. Ну, федерализацию, не, я не думаю, что это должно быть предметом переговоров. С его стороны? С украинской стороны, потому что это могло бы, конечно, быть первый шаг к раздроблению Украины. Но, может быть, со стороны Украины можно было бы предложить, я не знаю, какое-то переформатирование правительства или что-то, какой-то документ, какие-то символические, я не знаю. Я думаю, что объективно, так сказать, стоит вопрос создания более широкой коалиции, в которой были включены некоторые представители Юга и Востока, которые бы там воспринимались как легитимные представители этого региона. Так нет же таких. Это второй вопрос. Ну, можно было бы, наверное, найти. или... Ну, кто они? Ну, я не знаю, я не хочу имена называть, но я думаю, что некая объективная проблема есть. Все-таки это узкое правительство. То, что туда не вошло ни удар, ни представителей партии регионов, мне это с самого начала казалось неудачно. Ну, удар отказался, а партия регионов собственно может занять место позиции, что нормально. До этого же правительство состояло из партии регионов, преимущество и коммунистов, которые, ну, тоже две партии. Да, ну, ну, я не знаю. Вас смущает свобода? Ну, это тоже, я думаю, вопрос. Просто то, что, как бы, эти две партии и все, это, конечно, в этой ситуации может быть недостаточно. Можно было бы просто пойти в этом направлении на некие уступки и, может быть, это бы что-то изменило. Но я вот недавно опубликовал статью, где предложил, есть такая концепция сообщественной демократии. Есть такая известная книга голландского политолога Лайпарта, который написал книжку «Сообщественная демократия для множественных обществ». Множественные общества – это общества, которые не являются едиными, в которых есть разные этнические, религиозные, другие группы, которые, как бы, составляют это общество. И у него есть эта концепция, что в таких множественных обществах должна быть сообщественная демократия, в которой политические посты, политическая элита, она должна включать всех представителей, всех регионов или всех групп, из которых состоит это множественное общество. Ну, один такой очень, так сказать, простой, или, может быть, даже примитивное предложение, которое я сделал в этой статье, было бы, что есть четыре главных поста Украины, президент, премьер-министр, секретарь Совета Безопасности и спикер парламента, и эти четыре поста могли бы просто занимать, представители, четыре регионов Украины, Запад, Центр, Юг, Восток. Но это было бы чисто такое сообщественное решение, такое общественное демократии, консоциейшнл демократии. И можно было бы другие вот такие придумать формулы, в которых как бы для Украины было бы найдено какое-то решение, чтобы все регионы видели своих представителей в руководстве. И это было бы официально, это было бы не какая-то сделка за кулисами, а это было бы какое-то официальное правило или официальное решение, и чтобы это было представлено. И это могло бы с одной стороны иметь какое-то впечатление на Южной и Восточной Украине, и может быть это можно было бы даже представить как бы в переговорах с Россией, чтобы Путин мог бы приехать в Москву и сказать «Видите, я вот добился вот этого». Если он хочет договариваться, это, конечно, еще другой вопрос. Я боюсь, что он может вообще не хочет договариваться. Но я бы мог себе представить ситуацию, когда будут серьезные санкции со стороны Запада, когда он уже почувствует, что это идет вглубь его системы, что его система начинает уже рушиться в такой ситуации, может быть, он хочет договориться с Украиной. И тогда ему нужно предоставить некую возможность не потерять лицо перед своим собственным избирателем. И тогда можно просто придумать некое решение, которое может быть и для Украины было бы хорошо в любом случае, даже без Путина, без Запада. И мне кажется, вот эта общественная демократия или какие-то правила, какие-то решения, какое-то распределение постов и какое-то изменение на самом верху, которое могло бы создать впечатление, что что-то новое началось. Может быть, такое нужно сделать для того, чтобы сохранить единство с страной. Для того, чтобы это сделать, нужно наверняка провести новые парламентские выборы, которые покажут, насколько и какая партия достоверится. Это все концепции сообщественной демократии, она базируется на договоренностях внутри элиты. Она исходит из того, что, так сказать, да, представители, которые договариваются, они представляют действительно народ, но сущность этой сообщественной демократии в том, что разные элитные группы, они договариваются между собой, и они тоже распределяют в определенной мере между собой власть. И народ, он как бы выбирает этих представителей, но потом эти разные представители разных общин народа, этого множественного общества, они потом между собой договариваются. Это скорее элитный процесс. Я даже не думаю, что это обязательно должно быть связано с выборами. Это можно и без выборов сделать. Потому что в принципе мы знаем какой будет результат выборов, он что-то изменит, но видите, там скажем, будет меньшинство для партии, которые представляют юг и восток. можно может быть. Но тем не менее было бы хорошо включить представителей юга и востока тоже высшие посты правительства, государства. Чтобы они там несмотря на то, что они проиграли выборы, они тем не менее имели там свое представительство. Это будет такая система, которая будет не классическая демократия между оппозицией и правящей элиты. Это не вестминстерская модель. Вестминстерская модель Вестминстера, это английская модель, она говорит, что есть совершенно однозначное правительство, совершенно однозначная оппозиция. И они между собой борются. И потом они меняют позиции иногда. Оппозиция становится правительством, правительство становится оппозицией. Наверное, для Украины это не годится. Наверное, в правительстве всегда должны быть и слабые партии, и всегда должно быть некое деление власти между всеми значительными партиями. Ну и вот, конечно, последний вопрос, все равно не могу удержаться. Вот очень часто задают вопрос, с кем же говорить на Востоке? Кто сегодня представляет Восточную Украину? Партия регионов? Или Ренат Ахметов? Или кто? Я не хочу имена назвать просто. У меня есть имена в голове сейчас. Но у вас есть имена эти? Ну да, есть имена все-таки. Есть, наверное, какие-то люди, которые просто где была бы непосредственная реакция на Юге или на Востоке было бы «А, да, это наш человек». Вот такие люди есть, наверное. Наверное? Или вы думаете, что есть? Я не буду спрашивать у вас фамилии. Но мне интересно. Наверное, я думаю, что есть все-таки это, которые однозначно имеют репутацию и где как бы не будет вот этого недоверия. Я думаю, скажем, со свободой сейчас проблема, что просто многие считают, что на Юге и на Востоке, что они не доверяют им. То есть в таком довольно фундаментальном смысле. И таких, в общем-то, включать таких партий, такие политики в правительство, это ну или скажем, что сейчас генеральный прокурор от свободы или то, что вообще партийный человек является генеральным прокурором, мне кажется, это потому что нет доверия, потому что нет доверия, что он будет расследовать какие-то возможные преступления со стороны националистической молодежи, националистических активистов, потому что у свободы есть связи с этими националистическими или у другой, если это было бы представитель другой партии, то у этой другой партии есть связи с какими-то и поэтому там должны быть люди, которые пользуются доверием. Я считаю, что, наверное, сегодня все-таки украинское правительство это лучшее правительство, которое Украина когда-либо имела. тем не менее. Это неожиданная такая формулировка. Ну, просто бывшие правительства были настолько хуже, плохие, что, так сказать, это были представители Евромайдана, специалисты признанные, такие современно думающие люди, хорошие. Но, тем не менее, нужно еще дальше над этим работать, чтобы тоже создать чувства в народе, что это особенно на Юге и Востоке, что это наше правительство. И это не правительство западенцев. Я думаю, что это не так сложно. Можно просто несколько вице-премьеров иметь, можно поменять пару министров, и это уже будет выглядеть все по-другому. Это, я думаю, был бы такой, я думаю, символический шаг, который был бы даже не только и с тактической точки зрения, и со стратегической точки зрения. Хорошо. Потому что некая такая сообщественная демократия, она в любом случае нужна для Украины. Независимо от России или от Запада или от сегодняшней конкретной ситуации, то, что есть такие региональные разницы, есть разные культуры, можно, или субкультуры, скажем так, внутри Украины, это, мне кажется, отрицать бесполезно. И поэтому нужно искать политическую модель, которая подходит для специфической ситуации Украины. Но тоже с тактической точки зрения, мне кажется, некое переформатирование правительства сейчас было бы хорошо для того, чтобы как-то поменять динамику. Спасибо вам огромное. Вот так искали мы сегодня выход из кризиса, который сложился у нас в Украине, с Андреасом Умландом, доцентом кафедры политологии Киево-Маглянской академии, немедки-политологом. Андреас, спасибо вам огромное. И увидимся уже завтра.